Спасибо Путину, моему другу, который тоже, я говорю, слушай, что ты молчишь? Я говорю, скоро услышусь. Все проблемы, которые появляются у Путиных, Лукашенков, Назарбаевых и далее по списку, вот все эти проблемы, они появляются только в одном случае, когда вот этот вот маленький местечковый диктат не удовлетворяет требованиям хозяев, понимаешь? Путина, расскажите вообще, как сейчас проходит общение с Россией, как взаимодействие с Россией может быть... Вот этих маленьких диктаторов на постсоветском пространстве, их изначально поставили в такое положение, что они вынуждены были создать систему власти, которая оптимальна для внешнего управления. И мы с Путиным здесь сошлись во мнении, нас травят здесь, чтобы броситься потом на Россию. Все вот эти вот государства, которые раньше были советскими республиками, вот при образовании этих государств, тем людям, которые формировали систему власти, им были поставлены определенные условия. Колониальная диктатура третьего мира. Это наше единое мнение с президентом Путиным. Колониальная диктатура третьего мира, она функционирует именно таким образом, выстраивается именно таким образом. То, что ты отделяешь, вот искусственно отделяешь народ, который вот все производит в государстве, он создает деньги, народ. И ты этот народ отделяешь вот от этих вот, от обслуживающего персонала, от управляющего класса. Понимаешь? Притом отделяешь очень жестко. То есть, катастрофическая разница в доходах. Ну, ты просто представь, в среднем у мусора и чиновника пенсия в 10 раз больше, чем у обычного человека. Зарплата в 10 раз больше, чем у обычного человека. При этом, вот народ, люди, они производят деньги, а вот эти люди, которые получают в 10 раз больше, они ничего не производят. Ничего. Они нахлебники-паразиты. Вот такая классическая паразитическая система, она создается для того, чтобы было эффективное внешнее управление в государстве. То есть, государство, оно вроде как существует само по себе, оно формально, свободное, самостоятельное. Формально. Но при этом, когда такая система создана, ты этим государством можешь управлять как хочешь. Вот просто как хочешь. Потому что у тебя получается то, что правительство этого государства, оно полностью под контролем. Шаг влево, шаг вправо, попытка к бегству. Позор! Мужики, берем доски, пошли на низ. Шакалы! Полите на низ, что стоим. Пошли! Поэтому то, что происходит в Белоруссии, то есть все вот эти протесты, это просто торг. Просто торг между хозяевами, то есть теми людьми, которые контролируют финансовые потоки Белоруссии, и господином Лукашенко. То есть это местечковый диктатор, который контролирует государство. И они торгуются между собой. Соответственно, хозяева ему говорят, что мы родное, мы тебе можем проблемы устроить. А он им говорит, что вы устраиваете мне проблемы, я с ними разберусь. И вот на этом фоне идет какой-то внутренний торг. Они хотят свои условия, соответственно, Лукашенко хочет свои условия. В конечном итоге они где-то сойдутся посередине, и все. Нам нужно как бы свое производство, независимое в случае, там, воин. Дорогой мой, тебе нужно независимое производство только в одном случае, когда у тебя независимое государство. Понимаешь? Вот когда у тебя независимое самостоятельное государство, самодостаточное, вот тогда тебе нужно все свое. А есть, к примеру, самостоятельные государства, построенные полностью на капитализме, ну на системе капитализма? У тебя люди работают на государство, понимаешь? В частной собственности, я понимаю, там уже определяет сам собственник условия труда. Нет, это не так, мой дорогой. Это очень большое заблуждение, это очень большой ошибка. Вот каким образом частный собственник, например, в Европе или в Америке будет определять условия труда? Нет. Есть государственные требования, понимаешь? Вот у тебя есть государственные требования каждому частному собственнику. Тебе государство заставляет нормативными актами обеспечить людям нормальные условия труда, обеспечить сохрану окружающей среды и так далее, и так далее, и так далее. Понимаешь? это государство составляет вот этих вот сейчас а если наше государство не попадает ни под какие признаки но я вот как сужу по признакам если существуют какие-то признаки то я отношу к ним это ну например вот признаки капиталистической экономики именно вот у нас нет никакой капиталистической экономики я не понимаю какая тут вообще экономика на данный момент времени просто не понимаю, потому что она не проявляет признаков ни той и ни той вообще никакой. Я не понимаю. Мы только что об этом говорили. Экономика сырьевой колонии. Все. Вот это полностью подконтрольное государство кому-то извне. То есть форма управления это колониальная диктатура третьего мира. И все. То есть в данном случае вот это государство оно не способно на самостоятельную деятельность ни при каком раскладе. Единственное, что оно может делать это добыча и первичная переработка ресурсов. Больше ничего. Абсолютно ничего. В таком государстве не может развиваться наука. В таком государстве нет образования. Нет. Потому что у тебя общество находится вот в этом вот формате колониальной диктатуры третьего мира. То есть нет образования, нет науки, нет соответственно ничего своего, потому что нет умных людей, они отсутствуют. Понимаешь? Точнее как. Они есть, но они не востребованы в этой системе. Ну я знаю, многие ученые после распада СССР уже давно уехали в Соединенные Штаты. Так они и сейчас уезжают. В Америке работать. Они и сейчас, да, уезжают. И тут нормальные люди не сидят. У даже учителя тупые. Большинство учителей тупых в школе обучают людей. Давай я тебе простой пример приведу, чтобы ты понимал, да? То есть вот у меня довольно большое количество людей, знакомых, хороших друзей в научной среде как раз. Я тебе объясню, как это работает. Вот простой пример, да? Вот у меня муж моей двоюродной сестры, он доктор наук. Он преподает в нашем Нижегородском политехе. Где-то с конца 90-х он занимается наукой в сфере вот этих вот, по-моему, фотонных лазеров. То есть вот их научная лаборатория, научная лаборатория, которая находится при нашем политехническом институте, она работает научной лабораторией для Массачужетского технологического института. То есть это работает очень просто. Массачужетский технологический имеет договор с нашей Академией наук. Сюда засылаются деньги. Оттуда, из Америки. Сюда приходят деньги. Это чтобы инженеров, как бы, инженеров и ученых здесь обучать, да? Нет. В плане того, чтобы они потом в дальнейшей перспективе уехали работать там. Нет, нет, нет. Ты послушай. Ты послушай, ты поймешь. Еще раз объясняю. Смотри. Массачужетский технологический из Америки отправляет деньги в нашу Академию наук. Там эти деньги распределяются по всей России в виде грантов. То есть это вот система грантов так работает. Соответственно, вот у нас в Нижегородской области, да, то есть вот у нас в городе в Нижнем Новгороде есть наш Нижегородский политехнический институт. При нем великолепная лаборатория, которая занимается фотонными лазерами. Соответственно, вот там вот мой родственник, муж моей двоюродной сестры, доктор наук, трудится, да? То есть решает какие-то научные задачи, какие-то научные вопросы. Все исследования, которые он производит, вот ему платит Академия наук, вот эти вот американские гранты, все исследования, которые он производит, являются собственностью США, собственностью Массатюрского технологического института. Понимаешь, как это работает? Я понял, да. Ну вот. То есть в данном случае русской науки в современной России не существует. Ее нет. Ее давно уже нет. С конца 90-х. То есть вся наука, которая здесь еще живет и теплится, это вот такие вот местечковые какие-то работы, труды, разработки, научные достижения, научные результаты, которые уже по дефолту изначально являются собственностью США, либо собственностью каких-то европейцев, которые тоже дают гранты нашей Академии наук. Это получается не только сырьевой придаток в сфере полезных ископаемых, а также и сырьевой придаток в сфере каких-то разработок, да? Умница. Умница. Вот сейчас ты очень четко сформулировал, да? То есть, да, еще раз тебе повторюсь, колониальная диктатура третьего мира. Здесь нет ничего на то, что принадлежит нам. Ничего. Ну, значит, единственное остается так как бы совсем смириться, да, продолжать жить. Да кто тебе улучшает глупости, скажу? Ну, просто если такая ситуация, ну, чисто потребительский, потребительский социум, который не способен думать, а смысл какой вообще? Так, мой дорогой, понимаешь, вот такого понятия, как стабильность в природе не существует. Его не существует в природе такого понятия, как стабильность. В природе не существует ничего вечного. Все течет, все меняется. Существует цикличность, да? То есть, у тебя весна сменяет лето, Лето сменяет осень, осень сменяет зима, и кажется, что всё пиздец, мы все умрём, а потом на смену зимы что приходит? Весна. Весна. И опять всё расцветает, и всё начинает расти и развиваться. Правильно? Ну, правильно, да. А как это взаимосвязано получается? Точно так же работает цикличность в человеческом обществе. Вот один в один. То есть, когда нам будет совсем хуёво, мы резко переобуемся все, ну, в плане вообще всего, и заново заживём красиво. Именно так. Я всё равно часть СОП-фома, да, я каждой часть СОП-фома, и они всё равно затронут в какой-то мере. И к чему мне готовиться конкретно, что мне можно предпринять, допустим, что мне делать в такой сетон? Ну, хорошо. Давай вот отталкиваться от очень простых вещей. Да, то есть вот мы берём в качестве инструментов факты, цифры и логику, и будем ориентироваться чисто на них. Да, то есть вот откладываем в сторону все вот эти вот фантазии, то есть все вот эти вот хотелки, и ориентируемся исключительно на факты, цифры и логику. Каждые сто лет происходят одно и то же. То есть вот каждые сто лет, как по расписанию, происходит одно и то же. Происходит смена технологического уклада. Смена технологического уклада ведёт за собой замену управляющего класса. То есть вся вот эта вот вертикаль власти, которая построена на планете Земля, за сто лет, вот она полностью убирается. формируется первое поколение власти, первое поколение управляющего класса, раз в сто лет. Естественно, эти люди, они просто так от власти выходить не хотят. Ну как это, блин? Вот они потомственные, понимаешь? Вот они, блин, потомственная власть, потомственные чиновники, потомственные мусора, потомственные судьи, потомственные там какие-нибудь там, не знаю, актёры, режиссёры, вот ещё какая-нибудь хрень. У них контроль за финансовыми потоками, контроль за обществом. Они прекрасно себя чувствуют, понимаешь? И вдруг им говорят то, что ребят, всё, ваша история на этом заканчивается, уходите. Не, просто бывает такое, что шило на мыло меняет и как бы особо ничего и не меняется. Просто поменяются люди. Ну, приведи пример. Ну, допустим, я просто говорю на придём. Нет, нет. А другие люди. Слово допустим, прообщение разумных людей, недопустимо, моя дорогая. Если ты что-то допускаешь, ты приводишь конкретный пример, исторический. Если, если придут к власти люди, ну, такого же склада ума, скажем, как и нынешняя власть. Каким образом? Ещё раз тебе объясняю. Приведи конкретный исторический пример. Понимаешь? Ну, я в истории особо и не силён. Я этого нам нужно думать, мне вспоминать. Мой дорогой, смотри, думать нужно всегда. Вот если ты хочешь что-то в этой жизни знать и понимать, ты, соответственно, отталкиваешься всегда от чего? От фактов и цифр. Понимаешь? Вот у тебя есть два инструмента. Факты, цифры. Для того, чтобы их анализировать, логика, аналитическое мышление. Вот. Вот этими инструментами ты пользуешься. Если ты хочешь понимать, что вокруг тебя творится. А вот эти вот размышления в стиле, а вот допустим, а предположим, они существуют вот для этих 90% людей, которые ничего в жизни не понимают. Вот они допускают, они предполагают. Вот. У них вместо мышления, у них фантазии. Понимаешь, в чём суть? Ага. Вот. Вот для них вот все вот эти допущения существуют. А для разумных людей существует бритва Акама. То есть это логический принцип. Вот если, как только тебе какой-то человек говорит вот это вот, вот эти фразы, а вот если, а допустим, а предположим, вот ты на этого человека смотришь, и ты понимаешь то, что по бритве Акама ты разговариваешь с человеком неразумным. Понимаешь? Ага. Они тебя вообще не интересуют. Допущение – это вот для 90% людей. Для тех, кто живёт в фантазиях и в иллюзиях. Понимаешь? Вот у них всё хорошо. Они для себя могут нафантазировать всё, что угодно. У них прекрасно всё. А если ты смотришь на жизнь реально, на реально смотришь адекватно, да, то есть вот ты оцениваешь её так, как она есть на самом деле, ты ни в коем случае не используешь никаких допущений. Ну я же могу просто вариации рассматривать. Не допущения, логические построения, пожалуйста. Но в логических построениях ты опираешься на аргументы, факты, цифры. Это прошедшие события, которые уже общеизвестны. Именно так. Вот если ты берёшь историю человечества… Это уже истина. Именно. Вот это истина. То есть вот ты берёшь историю человечества. Сто лет назад у нас что происходит? Смена технологического уклада, замена управляющего класса. Общемировые процессы. Двести лет назад что у нас происходит? Смена технологического уклада, замена управляющего класса. Общемировые процессы. 300 лет назад. Что происходит? Смена технологического уклада, замена управляющего класса. Общемировые процессы. Что-то меняется. Получается, что каждые 100 лет это цикличность. Именно так. То есть, вот эта цикличность, она работает универсально. Причины этой цикличности, они прекрасно изучены, они известны и они сформулированы еще 500 лет назад. А возможно литературу прочесть про это? Конечно. Чтобы более детально познакомиться. Ну конечно. Еще раз тебе объясняю. Вот смотри, 500 лет назад вот эти вещи, они были сформулированы. То есть, набираешь в гугле Макеавелли трактат государь. Читаешь. Соответственно, вот это вот инструмент 500 летней давности, который тебе дает четкое понятие о том, как вырождается, как и почему вырождается управляющий класс, он тебе дает четкое понятие то, что управляющий класс, власть, реальная власть, терпит ровно 100 лет. Потому что дальше они уже не жизнеспособны и они своих функций не выполняют. То есть, что такое 100 лет? Это три поколения управляющего класса. Вот четвертое поколение, оно уже полностью не жизнеспособно. Четвертое поколение необходимо отправлять на помойку вместе с третьим. Понимаешь? Да. Поэтому каждые 100 лет в мире происходят одни и те же процессы. Запускаются смены технологического уклада. То есть, все технологии, которые были накоплены на протяжении вот этого столетия, они одновременно запускаются. Как только они запускаются, выясняется то, что вот это третье и четвертое поколение управляющего класса абсолютно не способны управлять обществом в условиях изменившейся экономики, в условиях изменившейся политики, в условиях, когда требуются новые социальные модели, новые идеологии. Требуется апгрейд старых религий и так далее. Понимаешь, что за грунт, по сути, все началось 30 лет назад. Только началось только 30 лет прошло из общего числа, из общих ста лет. Что у тебя началось? Раньше началось 30 лет назад. Попробуй мне передать свою логику. Я где-то, видимо, тебя не понимаю. Что у тебя началось 30 лет назад? Скажем так, развал Советского Союза, смену власть. Так у тебя власть разве менялась? Ну, по части, да. Пример привези. Ну, вот Горбачёв, да, он ушел, потом Ельцин, потом Путин, ну, каждый раз нового президента. И сейчас вот именно застой, потому что все, остался один президент. Так у тебя люди-то в управляющем классе менялись? Ну, да. Где? Три раза уже, три раза. У тебя Путин кто? КГБшник, так сказать. Ну, это внук сталинского повара. Дима Медведев кто? Ну, я про его автобиографию не очень знаю. Ну, вот Дима Медведев, это внук того самого Медведева, который якобы ответственен за расстрел царской семьи. У тебя власть не менялась, понимаешь? У тебя люди во власти не менялись. Это третье поколение управляющего класса. То есть, должно прийти первое поколение опять? Ну, третье поколение отправляются на помойку, так как они обычно не хотят этого делать, то их приходится убивать. Да, то есть, вот каждые сто лет этих людей обычно убивают. Ну, опять же, с каждым столетием это все происходит мягче, мягче и мягче. То есть, ну, как бы в идеале их просто стараются лишить званий, денег и привилегий и отправляют в народ, да, чтобы сохранить им каким-то образом жизнь. Ну, от власти их отстраняют полностью. Ну, все же процессы происходят не просто так, это же их должен делать кто-то. Конечно. И кто это, эти процессы делают? Самые цикличные процессы, кто-то же их делает, манипулирует, управляет ими. Ну, хорошо. Ну, подумай. Вот. Вот кто реально? Давай так, вот я тебе простой задам. Подожди, я тебе задам простой вопрос. Кто реально, например, управляет Россией? Вот кто реально управляет Россией? Реально и никто не может внутри управлять. Именно так, внешнее управление. Да, внешнее управление, потому что это сырьевой придаток. Все правильно. Это, как бы, пасека такая с пчелами. Ну, да. Хорошее сравнение. Это именно пасека с пчелами на данный момент. Да, здесь не нужно управление. Есть какой-то, вот, у пчел есть, ну, это точно распорядок, они живут как-то сообща, то есть, ну, почти социально. Вот, так же и мы живем, социально добываем, и все, и не более. Ну, хорошо. Они не могут восстать, как бы, против человека, ну, те же самые пчелы, они неразумные просто, создания. Хорошо. Хорошо. Они крутятся на него, работают. Ладно. Давай я немножко по-другому тебе сформулирую вопрос. Вот смотри. Каким образом, например, наши вот эти вот крупные чиновники, наш президент страны, каким образом они принимают решения? Ну, в первую очередь, они кем-то руководствуют, чем-то руководствуют. Умница. Ну, точно не своей головой. Умница. Маловероятно. Умница. Вот смотри, вот это работает. Подожди, я тебе объясню, как это работает, да, чтобы ты просто понимал. Вот, например, сидит президент страны, ну, соответственно, вот к нему на стол стекается какое-то определенное количество аналитических записок, которые ему предоставляют различные аналитические центры. И вот этот вот президент страны, то есть, третье поколение дегенератов, вот, из управляющего класса, он, как школьник на ЕГЭ, выбирает из готовых ответов. Понимаешь? Ну, да, я понял. То есть, он не хочет вникать в это все. Он и не может вникнуть. Еще раз тебе объясняю. Третье поколение управляющего класса, они не работают. Вот этот момент, его надо очень четко понимать. Эти люди не работают принципиально. За них работать должны халуи. Он просто выбирает из готовых вариантов решения. Кто в данном случае управляет государством? Манипуляция, получается. Ну, как, именно с числами манипуляции разные. То есть, если вот эти аналитические самые центры запишут неверную информацию, она пойдет к нему. И он же будет по ней руководством. Они не будут писать неверную информацию, это глупо. Ты пойми, потому что они дают точные цифры. Но абсолютно любые цифры можно трактовать абсолютно по-разному. Понимаешь? Здесь ведь смысл-то не в цифрах, смысл в трактовке. Понимаешь, как это работает? То есть, вот сидят умные люди где-нибудь в аналитическом центре ФСБ. Вот они на стол в голове государства, кладут аналитическую записку. Сидят умные люди где-нибудь в аналитическом центре института планирования. Они на стол в голове государства, кладут аналитическую записку. Они что, будут писать в этой аналитической записке то, что они думают, знают и понимают? Нет, конечно, они не идиоты. Им надо, чтобы вот этот вот человек платил им зарплату, желательно с премией, и хорошую зарплату с премией, понимаешь? Они будут писать то, что он хочет, то, что ему нравится, бездумно и необоснованно, и на этом основании они будут предлагать ему готовые решения, которые ведут общество туда, куда общество должно прийти. Вот и все. Кто управляет государством? Аналитически, вот эти самые, ну, самоаналитически. Общество, мой дорогой, всегда управляют умные люди, понимаешь? Всегда управляют умные люди, которые очень много знают, очень много понимают. А вот эти вот попки, которые сидят в государственных креслах, в крупных чиновничьих креслах, вот это попки, которые сидят по семейному ресурсу. Это третье, там и уже сейчас четвертое поколение власти подтягивается. Это абсолютно бесполезная и бессмысленная биомасса, цена которой ноль, понимаешь? Ну, и в ближайшем будущем этих людей нет. Просто нет. Я понял вас. Вот так устроено общество. Оно всегда так устроено, понимаешь? Вот смысл устройства общества, он не меняется. Субтитры создавал DimaTorzok